Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вместе с вами сравнить 4 матовые помады для губ. 4 разных фирмы. Я достаточно долго пользуюсь этими продуктами и хочу оценить эти помады по нескольким критериям. Сегодня с вами мы будем сравнивать знаменитую помаду от Bourjois матовую, а также новинку от L'Oréal, это помада в стике. Помады матовые от El Corazon и матовую помаду от фирмы Dini. На губах у меня матовая помада от El Corazon. Очень красиво она смотрится и очень комфортная в носке. Итак, все эти 4 фирмы, все эти 4 помады я предлагаю оценить по 4 критериям. Первое и самое важное для меня при носке помады и помимо того, чтобы цвет должен мне подходить, это комфортность носки. Для меня очень важно, чтобы помада была невесомая, чтобы она невесомо ощущалась на губах, чтобы она их не стягивала и не высушивала. Если я буду постоянно чувствовать помаду, что там ее очень много, то такие помады я использую очень редко и практически не ношу. Итак, по комфортности все эти 4 помады получают оценку 5 из 5, потому что они очень комфортны на губах. Я не наношу их какими-то сверх толстыми слоями, для меня достаточно, но самая легкая и самая невесомая, и естественно с этим помадой, которая быстрее всего снашивается, это помада от L'Oreal, потому что она идет вот с таким аппликатором, и нанести ее можно не так много, как жидкие помады, которые идут совсем уже в другой формуле. Но, тем не менее, это тоже помада относится к матовым помадам подобного формата. Дальше, следующий критерий, сушит ли помада губы. Чаще всего я использую перед нанесением помады бальзам, даю ему впитаться и затем уже наношу помаду. В случае с Revlon и El Corazon сама помада губы не сушит, но если вы много будете находиться на улице, где ветрено, так как это сухая текстура и нет ничего увлажняющего, то губы будут обветриваться не от самой помады, а от погубных условий. Если использовать эти помады в помещении, то у меня никаких проблем с этим не случается. Но больше всего сушит губы, подсушивает помада от Дини, мне так показалось, потому что она самая стойкая. Это ее преимущество, и я не могу сказать, что она прям конкретно пересушивает губы, но чуть больше остальных незначительно, но чуть больше сушит губы помада от фирмы Дини, но у нее есть плюс, она самая стойкая из всех помад. Так, следующий пункт это поведение в носке, как они уносятся. Здесь достаточно сложно сравнивать, потому что вот эти четыре оттенка, Эль Корозон, Лореаль и Буржуа у меня такие нюдовые, нежные, которые даже если будут снашиваться, то не особо заметно. А вот от Дини у меня достаточно темная, яркая помада, где будет сразу заметно то, если помада начнет снашиваться. Тем не менее, по носке. Это самая нестойкая от Лореаль, она очень легко и оставляет свои следы на стаканах, кружках, съедается очень легко. Тем не менее, если вы просто ходите, просто разговариваете, ничего не едите, 4-3 часа будет на ваших губах, никуда не девается, никуда не скатывается и хорошо себя ведет. Дальше. На одну ступень я поставлю Буржуа и Эль Корозон. Они также достаточно долго держатся. Если вы дали им подсохнуть хорошенько, высохнуть на ваших губах, то они не будут оставлять следы на стаканах, чашках. Разве что, если вы будете мочить губы и таким образом помады будут размокать и оставаться, тогда да. А так, если вы аккуратно пьете, то никаких следов не остается, и можно даже что-то покушать, перекусить, и эти помады останутся у вас на губах. Не в идеальном состоянии, но все же признаки того, что помада осталась, у вас будут. И дольше всего держится эта помада от Дини. Ей нужно дать хорошенько высохнуть, то есть она сохнет дольше остальных, потому что она носится более плотным слоем. Ну, у меня, по крайней мере, такой оттенок, который хотелось наращивать, и так легко, как какую-то такую розовенькую не нанесешь. Здесь нужно больше внимания к деталям, потому что она достаточно яркая, то она носится достаточно долго, никуда не скатывается, и, опять же, не отпечатывается на кружках, чашках, и начинает стираться тогда, когда вы едите жирную пищу, неаккуратно, не заботясь о том, что вам там нужно сохранить помаду, вот тогда да, она начнет стираться. И по текстуре, как помада выглядит на губах, я вам покажу на фотографиях, и видео вблизи буду вам показывать, вы сможете оценить. Вот так смотрится на губах помада от фирмы Дини. Я с ней уже больше часа снимаю одно из видео, и она прекрасно держится, никуда не убегает, никуда не скатывает, как вы видите. Во флаконе она смотрится чуть темнее, и действительно, ее можно сделать еще более темной, но я решила сделать более яркий вариант. Можно наслаивать, можно делать еще темнее. Самая плотная по текстуре Дини, самая легкая Лореаль, и Буржуа, и Эль Каразон, они очень похожи по своей текстуре, по нанесению, по поведению. Я бы их всегда ставила вместе, даже бы, наверное, если бы мне дали эти помады, для сравнения в каком-то одном флаконе, я бы подумала, что это одна и та же фирма. Единственное, наверное, отличие, это то, что у Эль Каразон, они чуть более такие жидкие, легче их нанести на губы, чем Буржуа. Итак, сейчас у меня на губах Эль Каразон, и я вам покажу, как эта помада смотрится вблизи. Вот так смотрится Эль Каразон. И сейчас эту помаду я наносила без бальзама. Вот так смотрится вблизи губная помада от Лореаль. У меня эта помада идет в сотом оттенке, очень удобный аппликатор, очень быстро можно нарисовать. И если это помада,